Друзья, всем большой привет! А почему большой? Потому что самокат, который сегодня будем с вами обозревать, большой! Не-не-не, огромный! Вот такой вам и привет! Начинаем, друзья мои! Новинка относительная, но у нас на канале точно, Kuga Kirin от европейского подразделения компании Kuga G4 Pro! Субтитры создавал DimaTorzok Короче говоря, в общем-то, я думаю, моих комментариев много здесь и не нужно Это большой самокат, и я знаю, что вы, среди вас, огромное количество фанатов именно вот таких огромных электросамокатов Или уже, точнее сказать, электроскутеров, потому что по этим размерам Посмотрите, вот просто я сейчас колесо ровненько поставлю, вот так вот И давайте считать, раз, два, практически, давайте так, практически два метра в длину Ну, почему практически? Потому что точные данные узнаем с вами чуть позже, когда будем разбирать это чудо Разбирать здесь есть что, и показывать внутри тоже есть что Но главное, ведь всем с вами нам хочется вот такую технику Ну, по городу приходится кататься на чем-то на маленьком, на каких-то кузнечиках Типа там i8, Ninebot, iG-Max, и там вот что-то такое А хочется-то реально вот такого Ну, ладно, давайте лирику опустим И будем говорить конкретно про этот самокат Что здесь нового? Внешне, вроде, издалека смотришь, ну, очередной какой-то здоровый самокат А вот если рассматривать детально, ну, красивый же, посмотрите У нас немного аппарат БУ, потому что это все-таки еще был на тот момент весной предсерийный образец И вот он, наконец-таки, нам достался Сейчас этот самокат можно купить только в некоторых там сетях, маркетплейсах Но совсем скоро, в течение месяца, они будут в наличии Ну, как обычно, как любят вот те оптовые компании завозить эти самокаты Тогда вот выходящий сезон уже в осень Ну, это правильно, правильно Цены будут падать, а значит, вместо 200 положенных А да-да, этот самокат сейчас стоит 199 тысяч рублей И не нужно кричать, что ой, за эти деньги он неинтересен Интересен Сейчас вот что ни возьми, обязательно стоит, ну, не меньше 200 Ну, курс такой у нас Окей, опять не о цене Давайте о внешнем виде Внешне, вот, напишите в комментариях Ну, реально же выглядит основательно Потому что красота дело такое Кому-то понравится, кому-то нет Ну, вот, внешне уверенно выглядит, как вот, как вот этот мост Смотришь вот на эти опоры и видишь, что вот все это основательно Вот и здесь смотришь Передний гусак, это, посмотрите, не какой-то там палочка с крючочком А это основательная конструкция Причем, которая, смотрите, жестко соединена с, я даже не знаю, как бы, вот стилистически Это, наверное, такой, как бы, кусок крыла Потому что здесь у вас спереди отсекатель А сам рычаг, в котором спрятаны амортизаторы Их здесь два пружинных, масляных, вот, посмотрите Вот, с регулировкой И все это перетекает плавно в огромные основательные рычаги И вот здесь компания Куга, видите, вот этими отверстиями хотела снизить вес Но, конечно, что уж тут снижать Он огромный, высота, руля, посмотрите, какая Все основательное, и весить, конечно, мало он не мог Весит он больше 50 килограмм Но, но, вот теперь Особенность, которая позволяет не тягать эти 50 килограмм Допустим, вы катались по городу Или за городом вы катаете эту технику И вам нужно его заряжать Нужно куда-то поднимать, загонять Не нужно Более этого не надо Открываете Вот, смотрите, здесь надпись Куга Кирин Это фишечка Вот, помните, G1 был такой Pro И сейчас G4 Pro Открываете А здесь кодовый замок И вот не дай боже вам забыть код Из трех цифр И все, мы Смотрите, открываем Поворачиваем Все, набрали свою комбинацию Поворачиваем А здесь вот чуть-чуть сбилось, видите Так вот, раз И поворачиваем И открываем Бардачок То есть сейчас это не дека Это целый бардачок Где базируется аккумуляторная батарея Кстати, она достаточно большая Насчет элементов мы не знаем Видите, сам вот этот блок аккумуляторный Он, соответственно, в алюминиевом тоже корпусе Все здесь спрятано очень и очень хорошо При этом можно открыть крышку Заряжать этот аккумулятор Вот здесь есть два разъема Разъемы также продублированы Ну, например, если у вас гараж Или еще какое-нибудь есть помещение Можно заряжать также И, покажи, пожалуйста, Сань Вот здесь еще два дополнительных разъема Сейчас, конечно, уже у тех моделей Которые представлены в продаже Здесь идет общая такая пластиковая крышка Но вот на предсерийнике Они устанавливают такие вот мягкие Я не знаю, даже кучуковые крышечки Здесь, кстати, еще должен быть демпфер рулевого Вот, и я вам скажу При этой мощности, которой обладает этот электросамокат Это дело и эта вещь нужны А вообще, если говорить о мощности То компания Kuga Говорит здесь о том И колеса здесь говорят о том Что здесь 3900 ватт То есть, по сути, они укладывают этот электросамокат В категорию M Но мы-то с вами знаем И я уверен, что когда мы вскроем эти прекрасные электромоторы Увидим с вами магниты, наверное, длиной не менее 6 сантиметров И это нас отсылает напрямую к мощности 6 киловатт и более И я вам скажу, что когда я на нем еду Улыбка моя с моего лица не сходит Потому что вам хочется Ну, буквально минуту вы привыкаете к тому, что он прям наваливает И вот уже через минуту вы с ним дружитесь Синхронизируетесь И балдеете, кайфуете от того, как же он едет И вот здесь моя первая реплика в этом обзоре Что хочется вот это А ездим на маленьких Вот она подтверждается Вот это хочется Далее, по деке Такой разъем Достаточно большой Мы его сейчас с вами вытащим Посмотрим, самокат выключили Ключик выключили Сейчас вернемся к обзору эстетики Вытаскиваем разъем Вот так вот здесь, смотрите, провода какие-то толстые Вот это вот реально Вот скажите мне, когда вы в самокатах Вообще в любых электросамокатах Видели, во-первых, вот такой огромный разъем На аккумуляторную батарею И плюс вот огромная проводка, провода То есть за них, ну, переживать о том, что они там будут греться Или что-то с ними произойдет Вообще не приходится Крышечка То есть я вытащил здесь сразу раз Крышка И теперь вы просто берете ручку И достаете Вот такой вот контейнер В котором базируются аккумуляторные батареи Я все-таки думаю Что рука у нас не дрогнет И мы вскроем этот корпус И посмотрим, как же элементы уложены внутри Есть ли там холдеры Насколько качественно Потому что все остальное сделано качественно Вот посмотрим, как внутри собрана батарея И я думаю, вот мне что-то подсказывает Что собрано все внутри Очень и очень хорошо Итак, давайте я положу пока что Это я специально здесь рядышком кладу Чтобы вы видели Что это один из немногих самокатов Наверное, второй У которого снимается аккумуляторная батарея Помните, G1 Pro На нашем канале есть обзор Посмотрите, кто не видел И теперь это G4 Pro А ведь будет совсем скоро Еще и G5 Но это секрет Поэтому Зачем его поднимать куда-то Вы зашли в свой подъезд Договорились с консьержем, например И где-то там в уголочке у него рядышком Или вот лестничная, где клетка Черный там вот этот ход Запасной пожарный выход Вот туда его закатили И пристегнули, например, к тем же перилам Какими-нибудь замками с сигнализацией И все И все Зачем вам его тягать куда-то? Аккумулятор зарядили Поставили Включили И поехали Здесь, Сань, давай покажем еще, пожалуйста Смотрите, есть дренажи Дренажи Дренажные отверстия Мы его мыли Видите, здесь есть водичка Мы его сегодня полностью помыли Дренажи уже идут с завода То есть это не мы делали Вот, мангал Помимо того, что я вижу, что он скрученный сборный Но мне очень интересно Жесткость у него очень хорошая Есть ли там сварка? Но мы обязательно посмотрим с вами чуть позже По большому счету Вот эту крышку тоже с вами снимем Чтобы заглянуть вовнутрь И посмотреть, что же за контроллеры здесь установлены Но по крышке, видим, есть такая вот резиновая прокладка Которая сверху, ну как минимум в обычном Когда обычный дождь на улице Даже если вы по луже проедете Не позволит попасть в воде Вовнутрь Вот так аккуратненько прикроем И посмотрим дальше Ну понятно, дека все широкое, длинное, красивое Здесь антискользяшка приятная Все хорошо Кстати, пробег у него сейчас посмотрим какой он Но посмотрите, не сильно все это изношено Упор для ноги здесь вообще тоже Вот посмотрите, фундаментальный, основательный И он здесь не лишний Потому что когда вы начинаете ехать в режиме навала Естественно, ваша нога автоматом занимает место вот здесь Какие-то есть, смотрите, специальные, то же самое Чтобы нога не скользила, никуда не соскакивала Вот такие вот специальные ламели Ну я не знаю, сделано Вообще выглядит очень круто А за качество и надежность у меня вопросов не возникает Вот на такой конструкции Вот ту максимальную скорость, которую заявляет производитель 80-85 км в час Ну мне кажется, не совсем, не особо страшно разгонять, если честно Сзади по маятнику то же самое Две пружины с амортизаторами Coil Oil То есть пружина плюс масло Разберем с вами маятник, посмотрим, что же здесь есть Подшипники, Саня, посмотри, как круто, ребята, посмотрите То есть они гайки закрыли колпачками Вообще класс, они такие мягкие Будет обидно такую потерять Вот, при этом гайки, смотрите, с фиксацией резьбы С кольцом пластиковым И закрываем назад Это вот как в нормальных автомобилях даже И здесь сзади то же самое Раз и раз Класс Отсекатель тот же самый регулируется С помощью, соответственно, открутили Подрегулировали, как вам нужно Большие мотор-колеса Сами покрышки на 12 дюймов И сейчас заглянем Да, разборные, соответственно, диски А это говорит о чем? О том, что внутри скрывается камера Облети, Сань, пожалуйста Покажем, значит, тормозные суппорта Ну, здесь на претерийке стояли ходы Или ксот, кому как удобно 160-й ротор, огромный И сейчас, насколько мне известно Соответственно, в базе уже идет тормозная система Также гидравлика Но, по-моему, это НАТО Вот, кто сейчас хочет уточнить Зайдите на сайт, например, ДНС И посмотрите Но, по-моему, уже идут НАТО У нас еще оранжевая, в общем-то, окраска В большинстве сейчас в продаже есть самокаты Те, которые есть А у них идет желтый окрас По деке тоже самое Вопросов нет Это все Такая вот разная светомузыка Переливается Там три цвета Давайте я установлю назад АКБ-шку И мы с вами сразу посмотрим Вот я, допустим, зарядил ее Все, ставлю назад Раз Аккуратненько вот так Делаю это впервые Вместе с вами сейчас Очень интересно, как засовывается туда разъем Посмотрели Ну, вот как-то так И впихнули Вот, аккуратно провода Провода тоже мягкие Вот, все закрыли И крышку Закрыли Ну, короче говоря Что-то не уложилось у нас А, сбился Извините Сбился ключ Надо не забывать Раз Так И можно Навернуть Все И крышечкой прикрыли Отлично Давай я включаю Посмотрите, кстати Где расположен у нас ключ зажигания В центральной Соответственно В центральном месте В рулевой стойке Включили И уже по привычке Мы знаем, что Нажали Держим Прекрасный дисплей Его мы с вами уже видели На черном фоне Белые цифры Все отлично читается Не бликует Вот 215 километров пробега Мы с вами видели Показывает, что включен Полный привод Отключаем Смотрим Сингл Отлично Вообще Мы такого, честно говоря Мало где видели Что он вам прям показывает Здесь пиктограммами Какой привод у вас включен Чтобы вы не забывали Давай посмотрим Показывает ли Посмотрите И поворотники показывает Ну то есть По большому счету Здесь есть вся необходимая информация И даже больше Например Очень приятная Вот эта вот шкала Зарядки Информативная Окей Сань Покажи пожалуйста Давай вернемся К подсветке К поворотникам Да Здесь есть поворотники И они действительно Воистину яркие Давай отойдем чуть назад И посмотрим Из любого далека Так скажем Вас будет точно видно Как спереди Так и сзади И сбоку Видно там Во По мне так круто Давай сзади посмотрим Стоп сигнал Который вот так вот Очень по мне Гармонично интегрирован Опять таки В задний плавник упор Вот Выглядит хорошо Сначала светодиод просто Габаритный И потом Когда нажимаем Он начинает мигать Не знаю Как насчет рисунка покрышки Видите Колеса подстерлись Ну потому что Ну все наваливают на нем Никто на нем Спокойно то не ездит Все таки образец И он прошел Очень много блогеров Различных Которые делали обзор на него И конечно Ну Сейчас Владимир вам покажет Он нещадно рвет Мощности здесь Ну просто Как раньше говорили Про автомобили Здоровья здесь Хватает Дальше Давайте по рулю Ну понятно Здесь посмотрели Ходы То же самое Гидравлик Очень приятный Ну то же самое Над То же самый ход Очень приятно Грипсы хорошие Профилированные Ну конечно Они видите Поворачиваются Но опять таки Спишем это на Предсерийку Я думаю Что в серийном варианте Даже если так и будет Но друзья мои Здесь ничего плохого Я не вижу Во первых Они мягкие Посмотрите на сколько То есть можно даже Отдельно вот так вот Их проворачивать Во вторых Исправить эту ситуацию Легко Сняли Протерли Протерли чем-нибудь Там Вайтспиритом Либо еще чем-то Обеззаразили Обезжирили И назад Это все Вбили Значит кнопочка Включения полного Заднего привода Как я уже показал Управление газом И кнопка Включения Байка Владимир убегающий От осы Соответственно Это вам нужна Петля Для того чтобы Сложить электросамокат И зацепить Вот здесь Зафиксировать Ну как вы поняли Руль по высоте Не регулируется Почему Ну это логично Самокат все-таки Стоячий И он и так Без того высокий И я вот Просто не представляю В какой ситуации Нужна бы была Регулировка по высоте Зато я точно знаю Что этот самокат Выдержит скорее всего Вес 150 160 А может быть И больше килограмм Ну посмотрите Такие рычаги Такая рама Это очень серьезно Помните был тогда В недалекие Приятные времена Куга GX Который был у меня С передней гидравлической вилкой Вот там тоже Помните Рама была Очень и очень основательная Это кстати был Клон Вульфа Там И так далее Вульф Вариор Ну короче говоря Очень крутой был самокат Не знаю что это за клон Я думаю Вот это Просто самостоятельная работа Компании Куга Куга Кирин Подразделение В данном случае Слева у нас Пульт управления Соответственно освещением Поворотниками И сигнал Самокат автоматически Выключается Если вы бездействуете Но это тоже Очень хорошая функция Он не разряжает АКБ Такой культурный В общем то В фаре он находится Также можно и на тротуаре сигналить Хотя я вот честно говоря Ну не представляю его на тротуаре Это реально полноценная техника Я не зря ее назвал Все таки электро уже скутер Потому что на нем По проезжей части Легко Экран регулируется По углу наклона Соответственно Все здесь зависит От вашей Ну не знаю как сказать Посадки На байке Будем так говорить На скутере На самокате Окей Кому как удобно Все дальше Выходит провода Все они на быстросъемах Соответственно Собраны в одну косу И уходит все это В рулевую стойку Такая стильная Рулевая стойка Похоже мне кажется На ствол Какого-то Ну не знаю Сверх Какого-то Современного Оружия Из будущего Нет Смотри Такой прям Опускаемся ниже Из стойки И вот Блин Вот насколько же круто Вы просто посмотрите Выход из стойки Осуществляется Через отверстие Которое Защищено Вот такой вот Резиновой прокладкой Посмотрите И плюс еще провода В своей оплетке Ну сделано же качественно Ну вот сделайте Вот так везде То есть несмотря на цену Байка Да Сделайте такое пожалуйста В М4 Сделайте такое в М5 Да и вообще Другие производители Возьмите себе на заметку Вот так вот надо делать Чуть-чуть побольше дырку Извините Отверстие сделали Защитили вот так вот резинкой И все у вас хорошо Дальше По в общем-то складыванию Отворачиваем фиксатор Такая вот скоба С винтом Это нам знакомо Уже со времен Джи-бустеров И дальше у вас просто Фиксация Все сложили Петлю Накинули И ничего не делайте дальше Потому что 50 с плюсом кило Как я уже сказал Тягать Ну не стоит Я думаю Что вот это делается Когда вы вдвоем Захотели покататься Например где-то за городом Или в электричке Вы едете Вот сложили И теперь смотрите Да по низу Он занимает какое-то место Но видите да Здесь совершенно спокойно Даже если вы рядом Со своим сиденьем В электричке его поставили Все конечно на вас ругаются Потому что проход Остается маленький Но хотя бы здесь Никто не цепляется за руль Это конечно Хорошо Что есть возможность Сложить такую огромную Рулевую стойку Вот кстати видите Я сейчас поднял И он уже зафиксировался Дальше вы просто закручиваете Главное вот понимаете Это же все-таки Ну чтобы вы понимали Это как машина из тест-драйва Ее все дрючат А вы посмотрите Вот его все дрючили до нас И мы сейчас будем Тоже его дрючить Но он весь работает Посмотрите Ну даже механизм Вот этот вот фиксации Просто спокойно Откручивается И все по красоте Это приятно Фара Как была так и осталась Ну не знаю Она конечно спорная Две линзы С два светодиода Ничего в ней такого особого нету Но с другой стороны Знаете Есть большой плюс В чем Что в базе она есть В ней есть сигнал А потом просто берете Смотрите сюда Хлоп Покупаете любую фару Откручиваете Два шестигранника И вешаете сюда Хоть целую гирлянду С арктиками И вот сюда Назад Вставляете Удобно? Удобно Сделайте так пожалуйста И на всех остальных Электросамокатах Любых Вот так сделайте Пожалуйста Как я уже сказал Отсекатель Тормозная система Ровно точно такая же Как и сзади Это логично Покрышки Давайте еще раз посмотрим На этот рисунок Владимир сейчас поедет И будет слушать Будет ли шум от этих покрышек Или нет Потому что они наверное Ну я бы не сказал Что это внедорожная резина Ну наверное Больше все дорожные Но колеса большие Все таки Двенадцать дюймов И вот это конечно Ну блин Я вот все смотрю И ну очень основательно Очень основательно сделано Да Какие-то отверстия в деку есть Открытые Здесь Здесь проводка выходит Но я вам уже показал Сам аккумулятор защищен Посмотрим Как защищен контроллер Чуть-чуть позже В общем-то Еще раз Еще раз Давайте внешне посмотрим Я еще повторю разочек Про красоту Ничего говорить не будем Но вот про основательность И про то Что он реально притягивает взгляды Выделяется Это сто процентов Вот сто процентов Я думаю мало найдется Тех людей Кто будет со мной В этом вопросе спорить Ну а теперь Давайте на нем прокатимся И вы просто послушайте Посмотрите Он не скрипит Не жужжит Не гремит И моторы работают тихо И я не знаю И он дарит Вот те самые эмоции Когда от рациональности Вот когда мы покупаем Маленький какой-то городской самокат А смотрим на проезжающий Вот на этот И вот этот самокат Позволяет от рациональности К улыбке Вот сюда Давай Владимир Покажи Как он заставляет улыбаться Погнали Друзья Всем привет С вами Владимир Команда Luxville И сейчас я протестирую новинку Новинку Которая ожидается В скором поступлении У нас она будет По самой лучшей цене Для наших подписчиков Ну что прокатимся Попробуем Сразу скажу Обращу внимание То что В тестовом варианте Сняли демпфер Поэтому максималку Стоя делать не буду По ощущениям Прокачусь Я уже чуть прокатился На данном электросамокате Могу сказать что Штука мощная То есть мощь не чувствуется Прям вот За глаза Явно что она 80 легко поедет Это и так понятно 60 вольт Естественно Здесь огромные моторы стоят Так что я думаю Смысл мне Максимум его разгонять Тем более Еще без демпфера Большого смысла не вижу Может лоблинг будет А может и нет Но проверять Это большого желания Не хочу Третья передача в горку Бортового пишет 70 с лишним Это быстро Так Сделаем немножко Объезд То есть тут Как раз Сигнал страфора Бордюр Спрыгиваем Это было круто Так Зеленый Хочется конечно Навалить на максимум Но понимаю Что делать этого не стоит Ну прям честно скажу Что мощи хватает Значит Что по гидравлику Стоит вход Отрегулировано Все великолепно Тормозят хорошо Самокат сбитый Ну то есть Он такой знаете Как вот Наподобие G1 Это так скажем Может быть Сылочек маленький Здесь подвеска такая же Маятниковая Правда стоит Только не по одной пружине А по две Ввиду того что у него Большой вес Справляется Она на отлично По GPS Вы скорость видите По бортовику У меня показывает 58 60 Но это прям Вот я жму Меньше половины газа Вот сейчас В пол нажал Опять в гору По бортовику Разгоняется До 70 легко Ну в реале Я думаю Что наверное еду На 55-60 По ощущениям Резина Ну естественно Что Отвиду того что Протектор у нее Зубаст Естественно От нее звук будет Все таки Это не шоссейка Так едет уверенно Я просто Как многие у меня смотрят Знают что я не любит Ездить А вообще в целом Стоя На электросамокатах Особенно на мощную Да То есть Все таки У меня Более предпочтительно Это Сиденьем Чтобы Снизить Центр тяжести Так называемый Для меня это Удобнее И комфортнее Так Оп Ну сейчас Стартанем Давайте Старт у него Бешеный Пока мы делали Обзор Там тест драйвы То есть туда-сюда Вот Всякие проезды Он конечно Немножко подразведился Потому что Насиловали Так скажем Его То есть На полном Привыке Могу смело Сказать Сходу То есть Он шлифует Переднее колесо Но это На большинства Больших самокатов Так происходит Но при этом Чуть Научиться Поездить И вы привыкаете К его И он не особо Сильно мешает То есть Сначала Кажется Как будто бы Он резкий Но Допустим После Куба М4 Встать на него И будет Такое Ощущение Что ему Будет сложно Ехать Но можно Включить Задний привод Просто Так Ну можно С вами Поехать По тротуару Вот Образно Сейчас Вот мы едем То есть Я вот Чуть-чуть Нажал на газ На полном Приводе Потихонечку Аккуратненько Еду Это момент Привычки Если Естественно Нажать В пол То он Просто Начинает Разгоняться Безумно Ну просто Не надо Нажимать В пол Чем больше Вы нажали На газ Тем больше У него Так скажем Скорость А так Можно потихонечку Им регулировать Подачу Мощности Так Сходов Нету По тормозам Шикарно Все По подвескам Все устраивает По стойке Тоже все устраивает Очень удобный Упор Под ногу Сделан Когда наваливаете Одной ногой Уперлись И все И пошли Это удобно Но если включить Просто задний привод Все находится В прямом доступе То есть Красная кнопка Подключения Заднего привода И все Это Спокойный Спокойный Самокат С подрывом То есть Он Ощущается Тяга Нет резкости Какой-то Определенной Который Заставляет Вас Дергать Его Можно Спокойно Потихонечку Ехать Чуть Гулок Не врезался В меня Не достойный Самокат Достойный Он в том Что все-таки Он выглядит Очень красиво Не обрубыш Какой-то То есть У него есть Дизайн Определенный То есть Выглядит он Симпатично В первую очередь Во-вторых То есть У него Съемная батарея То есть Я вот задумался О том Что это удобно То есть Мне не обязательно Самокат Полностью Тащить домой Я могу оставить Его в гараже Я могу оставить Его в подъезде То есть У кого есть Такая возможность И просто Снять батарею И пойти Ее зарядить Ну или даже Если его Я там Поднял На этаж Оставил В техническом Коридоре В тамбуре Так называемый Там нет розетки Я батарею снял И спокойно Ее зарядил Вот здесь Наверное Будет слышно Какой звук От резины Идет Я сейчас еду На заднем приводе Здесь конечно сложно Рассуждать Не про мощность А про стоимость Электросамоката Она достаточно высокая Но сейчас Из-за того Что растет Валюта Иностранная Очень сильно Сейчас скоро Все такие Мощные самокаты К этой стоимости Подойдут И станут Еще выше В цене Потому что Не так давно Доллар стоил 75 рублей А сейчас Он за стоит Почти Под 100 рублей Сейчас обязательно Мы его разберем Посмотрим Что у него внутри Какая ширина Электромотора Какой контроллер Стоит Батарею Если получится Разобрать Разберем Всем спасибо За просмотр Ставим лайк И подписываемся На наш канал И гоу В мастерскую Итак, друзья Если вы до сих пор Не захотели Купить Этот самокат В свой гараж То вот сейчас Я покажу То За что вы Точно Захотите Купить Его себе В гараж Итак Мы конечно же Как водится По нашей традиции Раскидали Кугу 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 На мелкие Мелкие детали И я вам скажу Я вот как по внешке Как по ходовым Качествам И свойствам Не расстроен Вообще ничем Во-первых Вот аккумуляторная батарея Вот такой вот чехол Это можно сказать Футляр Вот он Смотрите Футляр Из-под него Дальше вытащили Вот такой брикетик Смотрите Здесь везде уплотнители Наверное Сюда конечно же Вот сейчас любители Которые любят Что-то затюнинговать Переделать И вырасти В технических Характеристиках Наверное Видят возможность Два Вот я вам скажу Два вот этих вот Уплотнителя По полтора сантиметра Это три сантиметра С одной стороны А это как минимум Целая вот такая Вот гряда Я бы так сказал Баночек Да То есть можно увеличиться Соответственно В аккумуляторной батарее Можно вообще Отказаться от этого Футляра Просто укладывая Ну если герметично Сделать По деке То соответственно Можно просто Аккумулятор сюда укладывать Если хочется вырасти В размерах Здесь реально есть Куда расти Посмотрите Здесь Ширина Этого мангала Этого корыта 21,5 сантиметра Везде равная И по длине Можно строиться Вплоть до 40 Ну трех Спокойно То есть вот такие Размеры по батарейке Ну а Толщина Тут как бы Конкретная Практически Десяточка Ну 9,5 То есть вы видите Что до уплотнения Нужно будет сделать Загидризолироваться Можно А можно вообще Основную идею Электросамоката И фишку Ну как бы похерить И сделать Несъемную батарейку Максимально Все здесь закрыть И вы получите Ну так скажем Наибольший пробег При таких характеристиках Скоростных Это вообще получится Очень и очень круто Такого никто не делал Но давайте о главном Батарейка собрана Хорошо Провода везде Как я и говорил В обзоре Толстые Везде Что в разъеме Что в самой батарейке Гидроизоляции Как вы видите Никакой здесь Конечно же нет Но по большому счету Мне кажется Она здесь и не нужна Потому что Все здесь закрыто Но как бы Влага я думаю Никуда Здесь не пройдет По крайней мере У самоката Пробег уже более 200 километров И проблем никаких При этом в деке Мы с вами видим Так называемые Вот эти вот Сливные Дренажные отверстия Вот Они по всей Длине Значит Дальше Контроллер Здесь посмотрите Провода идущие От контроллера Ну просто Толстенные Все Если посмотреть Все компактно лежит То есть можно конечно Туда еще сдвинуть Эти все провода Вместе с контроллером Контроллер здесь Сдвоенный Синусный 40 ампер Каждый Давайте я вам покажу Вот Надеюсь Хорошо видно То есть Емкость Точнее Мощностные характеристики 40 ампер Ну по большому счету Хороший контроллер Единственное Возникает вопрос Конечно Что делать в дальнейшем Конечно Он не залит компаундом Его можно разобрать Можно отремонтировать Те же MOSFET Там Заменить и так далее Но если он накроется Совсем То вот здесь вопрос Компании Куги Есть ли Запасная часть И вообще запчасть Вот такого вот Шикарного Сдвоенного Контроллера Совсем недавно Например С ультроном У нас была проблема По сдвойке Вот Решили конечно Ее в итоге Но все равно Было Так сказать Стремненько Все это искать Для клиентов Дальше По мотор-колесу По заднему В данном случае Это смелые 6 сантиметров Как я вам и говорил Посмотрите Здесь все обработано Специальным каким-то Схимическим составом Видите да Вот Стирающийся состав Я сначала подумал Что это какая-то Ржавчина Но ржавчина На самом деле Конечно Вот через подшипник Вы несколько раз говорите Вот Что же может произойти Вот посмотрите Вот он сальник Вот В принципе Он достаточно хороший Все с ним в порядке Но небольшое количество Влаги Туда все равно Просочилось Может быть Это после нашей мойки Вот Потому что Владимир заехал На обычную Автомобильную мойку И там Специалисты Этой мойки Вот Никак по-другому Не назовешь Помыли И вот внутри колеса Видите Оказалось немного Влаги Но на самом деле Это не страшно Потому что Колесо греется Влага спокойно высыхает Не оставаясь в нем Не повреждая В общем-то Сам статор Вот В остальном Посмотрите Обмотка Достаточно широкая И плотно Все сделано Нигде Никаких Обугленных деталей Черных Мест Я не вижу Вот Не знаю Претензий у меня нет Сделано хорошо Значит Кто Хочет что-то мне Донести Пожалуйста В комментарии Напишите Я обязательно Все прочитаю И отвечу Дальше Идем По задней части Давайте уже Деку Закроем Вот Так вот Все это Выглядит Значит Здесь Казалось бы Вот смотрите Вот эта Платформа На которой Опираются Амортизаторы Она тоже Со своей фиксацией Причем К этой фиксации Идет Видите Еще такие Скобы Которые Держат провода Вот Сейчас Снимаем Рычаг И здесь Самое главное На самом деле Вот рычаг Направляющая Квадратная Так же И здесь Она шевелится Это направляющая Вместе с рычагом То есть Здесь в рычаге Мы сначала подумали Нет никакой вкладки Нет Ничего В общем Не запрессованного Ни подшипника Ничего А оно здесь И не нужно Вот посмотрите Пробег есть Все на нем Наваливают А проблем Никаких нет Втулки Вкладыши Здесь есть Чуть-чуть ниже Где соответственно Стоит Амортизатор Но это надо Постараться Там раздолбить Вот здесь Все направляющие Которое Вы видите Крутится Крутится На подшипнике Подшипник интегрирован В заднюю часть рамы Сделано Очень хорошо Я думаю Вы сами Убедились В моих словах Напишите Опять-таки В комментариях Годная схема Или нет По мне Так да Так еще Что я вам скажу Что идет Гайка с фиксацией Вот с этим Пластиковой Юбочкой И плюс Ко всему На гайку Нанесли Фиксатор Резьбы Красного цвета То есть Самый-самый Лютый По мне Схема Ну Максимально Максимально Безопасная Вот я вам сказал В самом начале Обзора Что может быть Для кого-то Этот самокат И не выглядит Как какой-то Сверхкрасивый Там И произведение Искусства Но Вот чисто По надежности По Вот этому Всему Вот как будто бы Единый Литой Кусок Стали Вот По мне Очень круто Надежность Не вызывает Никаких Проблем При этом По амортизации Ну вот я На нем покатался Я вам могу сказать Что Может быть В какой-то веке Сюда и напрашиваются Какие-то Пневмо Амортизаторы Но на самом деле Давайте говорить Откровенно Все пневмоамортизаторы Они были изначально Придуманы для велосипедов И здесь С такой Небольшой Амплитудой Проявить себя В полной мере Они конечно же Не могут Вот это Вот это Вот пружинно-масляная История Подходит Сюда Гораздо Гораздо Лучше И я сейчас Когда покатался Я могу сказать Так Что вообще Никаких проблем Нет А для тех Кто любит Чтобы прям Вот не диван А наоборот Чтобы было Пожестче По собране То пожалуйста Есть специальная Настройка Можно затянуть Как один Так и второй Так же Самый Спереди И проблем У вас никаких Не будет То есть Вот на сегодня Я понял для себя Что наверное Вот в таких Характеристиках Вот в такой Амплитуде Маятника Пневмо Суда Ну как бы Я не знаю Но только если Знаете как Только если Например Катаетесь вы И вместо вас Потом катается Ваша супруга Вы весите Там 100 Она весит 50 И вот в такой Ситуации Вы будете Хорошо ехать Со своей Пневматической Настройки А под нее Надо все таки Менять эту Настройку Потому что Иначе Она будет Просто уколом Амплитуде Вообще Работать не будет Ну по большому Счету Я не знаю Мы вам все Показали Вот каждая Гайка Каждая Вот такая Вот видите На фиксаторе Резьбы Все болты Которые держат Контроллер Там Я не знаю Ротор тормозной Все остальное Все через фиксатор Резьбы Как это в серии Мне тоже интересно Совсем скоро Эти самокаты Должны приехать Мы ожидаем Что две недели Тире до месяца Но я думаю Что это произойдет Гораздо быстрее И мы сможем Наверное Уже показать Реальный самокат Но По большому счету Вот предсерийного Я здесь ничего не вижу Ну вот как-то Предсерийно Выглядят вот эти вот Крышечки Хотя Согласитесь Да Но вот поэтому Здесь одной уже и нет Ее оторвали Вот Все-таки Общим таким Вот как бы Какой-то Закрывашкой Вот как здесь Например Это выглядит куда опрятнее Закрыли И все Вот фара Тоже Я не знаю Напишите в комментариях Хорошо что здесь Быстросъем есть Любую фару Можно сюда установить Но все-таки За такие деньги За такую цену Хочется Вот например Какой-то Арктик Хотя бы один большой Чтобы с Светотеневой границей Чтобы там С дальним еще Ну как-то Чтобы было Не знаю Опять-таки Сейчас скажу Может быть Покрасивее для меня Для вас Может быть И эта фара Выглядит хорошо Все друзья мои Спасибо за просмотр По большому счету Все что хотел Наверное Про него рассказал Пойдемте в комментарии Общаться Если понравилось Поставьте лайк И обязательно Подпишитесь Чтобы не пропустить Новинки Все Всем пока И до покатушки